На встрече с жителями Каргалинского сельского округа присутствовало также руководство отделов сельского хозяйства, предпринимательства, земельных отношений, сектора жилищного фонда и центра занятости населения. Как отметил Ильяс Испанов, на сегодняшний день стремительно развивающиеся сельские округа нуждаются в активном распределении земель для развития сельского хозяйства и промышленности. И получить их не составляет особого труда. Главное предложить горожанам доходный и стабильный бизнес. Вы можете обратиться в отдел предпринимательства или сельское хозяйство или земельный отдел для того, чтобы, по вашему мнению, в свободный участок, где можно вести бизнес, мы можем проверить этот участок. В случае согласования с архитектурой, что там можно возвести какое-то здание или помещение, мы можем также этот участок обработать и вынести на конкурс. Особое внимание в ходе встречи было уделено разъяснению сельчанам государственных программ поддержка сельского предпринимательства на 2017-2021 годы, дорожная карта бизнеса, Нурлыжер и другие. Докладчики рассказали о новых видах льготного кредитования по линии государственных программ развития бизнеса. Так, в этом году по линии ДОМУ в октябре было выделено свыше 45 крупных кредитов для начинающих предпринимателей. Как начинающий предприниматель он может получить поддержку до 80% от необходимого залога и действующий предприниматель до 50% залогового обеспечения. И также выделяются гранты. Гранты, то есть выделяются для тех проектов, которые, во-первых, имеют инновационность, во-вторых, имеют социальное направление. И по грантам здесь также необходимо разработать бизнес-план каждому желающему предпринимателю. Это была первая среди запланированных на сентябрь встреч Акима города Ильяса Испанова с населением сельских округов. Следующее состоится 20 сентября в Курайлинском сельском округе. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт».